Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. На федеральной автодороге Вилюй выявлено очередное нарушение правил организованной перевозки детей. 6 февраля для проверки документов на 182-м километре инспекторами ДПС была остановлена машина Ford Transit. В салоне микроавтобуса находилось 12 школьников, которые ехали на соревнования из Вилюйска в Якутск. Сколько бы ни говорилось об опасности перевозки детей в дальние поездки, тем более в экстремально холодных условиях нашего региона, правила продолжают нарушаться. Машина не отвечала требованиям перевозки, организованных для групп детей. Организаторы не согласовали маршрут движения с районным отделением госавтоинспекции. Напомним, днем ранее на той же автотрассе загорелся автобус, который также перевозил детей. К счастью, никто не пострадал. Сильные морозы до минус 51 градуса зарегистрированы в Якутии. От минус 45 в Устьмоме до 51 градуса в Верхоянске. В столице республики из-за погодных условий задержаны два рейса самолета по маршруту Батага и Тикси. Тем не менее, оба судна покинули Якутск. 7 февраля был задержан один рейс местный по метеоусловиям. Из-за недостаточной видимости рейса авиакомпании Якутия на Батагай через депутатский. Был задержан примерно на два часа. На 11.20 по расписанию было вылетело. В 13.37. Сотрудниками подразделения экономической безопасности выявлено мошенничество. Руководитель финансового отдела одного из предприятий столицы республики сформировала платежное поручение на сумму свыше 100 тысяч рублей. В назначении платежа мошенница указала свои личные данные, статья расходов, оплата проезда к месту отпуска и обратно. А в Ленске осужден житель, который незаконно занимался рубкой леса в особо крупном размере. В суде установлено, что подсудимый в ноябре 2017 года в отсутствие каких-либо оформленных разрешительных документов осуществил незаконную рубку лесных насаждений породы лестница, кедр и береза при помощи бензопилы. По результатам рассмотрения уголовного дела мужчина признан виновным в совершении преступления и с учетом позиции государственного обвинения суд приговорил в Дум году о лишении свободы условно с считательным сроком на один год, про который и он в настоящее время решается вопрос в направлении в суд искового заявления о возмещении ущерба, причиненного осужденным государством в результате незаконной рубки леса. Бутлегера поймали в Мирном. Мужчина занимался скупкой и перепродажей алкоголя. По предводительным оценкам продукции было на 1,3 млн рублей. Одних только бутылок незаконной водки больше 5 тысяч. Суде установлено, что подсудимый приобрел к цели сбыта немаркированную алкогольную продукцию в общем количестве 6387 бутылок, из которых 5936 бутылок водки и 451 бутылка коньяка. В дальнейшем подсудимый перевез алкогольную продукцию в город Мирный и хранил ее для последующей реализации принадлежащих ему контейнеров. В результатной экспертизе установлено, что этикетки на бутылках с алкогольной продукцией наклеены самодельно, а сами бутылки были закупорваны кустарным способом. Общая стоимость изъятой подсудимого немаркированной алкогольной продукции составила свыше 1,3 млн рублей. Россияне стали реже умирать от рака и в авариях. За год снизилась смертность от основных традиционных опасных недугов – инсультов, инфарктов, онкологии, болезней органов дыхания и пищеварения. Меньше стали погибать и в ДТП. Но вместе с этими позитивными тенденциями наметилось увеличение смертности от прочих причин почти на 6%. Таким причинам относятся болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и болезни нервной системы. Районами с самой высокой смертностью эксперты считают Чукотский автономный округ, Республику Тыва и Еврейскую автономную область. На этом у меня все. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова